Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И у нас сегодня очередной видеообзор, очередная история, которую хотелось бы с вами поделиться. Это ботинки компании 32, известный бренд, который, конечно же, у всех на слуху. И, собственно, это промодель легендарного Джереми Джонса. Есть две версии, собственно, ботинок 32 Джереми Джонс. Это версия XLT и MTB. Сразу, когда берешь в руки ботинок 32 Джонс, сразу понимаешь, что это мощный, серьезный ботинок. В глаза бросается действительно очень крутая подошва Vibram. Идеально подойдет для восхождений, для, скажем так, каких-то подъемов по камням, по каким-то разбитым кочкам, корням. Я не знаю, все что угодно. Подошва классическая, как вот на ботинках, для восхождения. И действительно, уже это можно говорить о том, что ботинок реально для серьезных ребят. Следующая, скажем так, история для ортодоксальных фрирайдеров. Очень много, конечно, скажем так, историй о том, что всякие быстрые шнуровки для фрирайдеров – это неправильно. И поэтому, конечно, на двух моделях используется, как основная затяжка, используется классический лейс. Классический шнурок. Друзья, дальше про отличия, собственно, этих двух моделей. Несмотря на то, что все-таки версия MTB – это такой, как бы, именно варианты параллельно для сплитборда, основное отличие, что определяет здесь как раз версию для сплитборда, это то, что здесь есть боковая боа. А вот эта боа, если мы ее откроем, она открывает задник, задник ботинка. И как раз такую историю мы включаем, если нам нужно на сплитборде куда-то идти вверх. Это облегчает подъем. За счет такой специальной технологии легче идти, ноги не устают. Но когда мы все закрываем, когда мы полностью затягиваем систему, у нас становится абсолютно полноценный жесткий ботинок. Два ботинка имеют, собственно, литые такие бесшовные мыски. Опять же, за счет такого жесткого мыска практически любой капстрэп любых креплений будет лежать четко, никуда не сползать, никуда не смещаться, никаких не будет давлений, пережатий. Опять же, если вы где-то идете, вы можете спокойно разбить таким мыском какой-то лед, продолбить себе в снегу какую-то, скажем так, нишу. И опять же, некоторые могут вспомнить благодаря такой технологии и ностальгию по молодости, 90-х, когда мы одевали гриндерсы, мартинсы и с титановыми стаканами, это самый был топ, разбивали бутылки во дворе. Следующая история – наличие такого waterproof чехла. Версии XLT он такой более классический, ну, по крайней мере, у многих брендов такая история встречается. Закрывает, собственно, половину части ботинок. У версии, соответственно, МТБ он сделан, скажем так, совсем до верха, то есть это совсем, конечно, уже такой дополнительный топ, дополнительный бонус. Можно уже практически заходить в речку, но не рекомендуется, конечно, долго там находиться. Друзья, какое же следующее отличие? Я специально вытащил внутренники, чтобы более подробно показать вам основные отличия между двумя моделями. Их немного, но есть, скажем так, существенные. Еще такое глобальное отличие – это то, что у версии МТБ есть такие специальные флекс-суппорты, опять же, которые позволяют менять жесткость ботинка. И, конечно, на версии как раз именно МТБ, которые объединяют в себе и возможность где-то восхождения подъемов, это очень действительно приятно, потому что из супержести мы можем себе вполне комфортно сделать действительно такой приятный ботинок. Опять же, из таких еще, по крайней мере, особенностей, бонусов, модель МТБ имеет такую подошву, ну, поскольку это ботинок, опять же, для бэк-кантри, не устаю повторять это слово, сладостное для моего слуха, ну, и, надеюсь, что и для вашего специальный такой выступ, который позволит на этот ботинок без проблем, собственно, одеть кошки и уже по каким-то ледникам Монблана подниматься вверх, на Эгюль-Демиди. Дальше, друзья, следующая история, конечно же, это внутренник. Внутри бренда у модели Jones XLT внутренник называется Performance Fit, а у модели МТБ внутренник называется Elite Fit. Это два мощных топовых внутренника, которые, собственно, призваны максимально четко, скажем так, сесть на вашу ногу. Собственно, два внутренника имеют такой 3D-язык. Для некоторых 3D-язык – это некая такая панацея. Если мы говорим про жесткие ботинки, когда вы очень долго находитесь зашнурованные, закрученные, затянутые, в зависимости от технологии затяжки, действительно, на жестких ботинках на голени начинают возникать болевые ощущения. Доходят до того, что просто расстегиваешь с болью, с криком ботинки. И, конечно, когда это система боли, спидзон или другие быстрые затяжки, с этим, может быть, проблем нет. Но когда рельс заходит про классические шнурки, которые ты уже хорошо плотно зашнуровал, конечно, постоянная вот эта, скажем так, история с расшнурованием и зашнурованием, она немножко утомляет. Поэтому хочется сразу отметить, что на обоих внутренниках и XLT, и, собственно, MTB очень крутые 3D-языки. Друзья, действительно, хочется сказать вам, что очень интересная модель. Я думаю, что такой ботинок подойдет людям, которые проводят большую часть своего катания, конечно же, вне трасс, в горах, в бэк-кантри. Жесткий, мощный, с набором, опять же, современных технологий, которые помогут облегчить, скажем так, как подъемы, так и, конечно же, спуски. Ботинок крутой, как и любая продукция, который причастен к каким-либо образом Джереми Джонс, собственно. Это действительно все имеет эталон качества, надежности, долговечности, что для современного сноубординга, можно сказать, уже такой исчезающий слоган. Поэтому, друзья, ботинки 32, Джереми Джонс, версия XLT и, соответственно, MTB у нас в магазине, в Epic Board Shop. Подробно об этих ботинках вы можете почитать у нас на сайте epicboardshop.ru. Ну, а с вами был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok